Доброе утро! Вот сейчас вернулся из отпуска, который провел в отеле My Home Resort и отобрал такие наиболее показательные фотографии, ну в таком случайном порядке в хронологическом. Ну, вроде есть настольный теннис, но какие-то там вот разваливающиеся ракетки, это еще относительно неплохая. Ну, как бы место на лежаках вы видите, да, вот около, именно бассейна, оно занято всякими полотенцами. Вот, а люди где-то там гуляют. Вот, здесь не всегда, может быть, удобное или парное место вы сможете найти. Вода в бассейнах не подогревается, но в принципе солнцем она нормально так нагревается, ротовирусов нету. Вот, обратите внимание, здесь у нас сверху такие интересные местечки в отелях есть с скошенной крышей. Вот примерно такая дорога под эстакадой до пляжа она идет. Ну, в принципе, я как раз и выбирал из-за того, что зачем переплачивать за первую линию, если можно прогуляться. Ну, волны иногда бывают, конечно, на пляже, но в целом он такой хороший, песчаный. По сравнению с пляжем Клеопатры в Алании вообще отличный пляж. Вот, но водичка у меня вот 24-25, извините, мне холодно. Мне нужно 28-29, здесь как бы есть с альтернативной точки зрения, не буду спорить. В первый же день вместе с чемоданами, с двумя детьми, женой и этим лакеем дворецким, не знаю, как его правильно назвать, застряли в лифте. Вот, ну, достаточно быстро нас оттуда вызвали. В принципе, вот слева вход в ресторан, вы видите. Немного дребезжали кондиционеры, но я вставил такую штучку из швейного набора и как бы шум вот этой решетки уменьшился. Видите, она немножко обломана, два кондиционера прямо здесь стоят, на балконе, не на внешней стене, поэтому шум от них чуть больше, но может быть вид со стороны получше. Веревок, как и видите, нет натянутых, поэтому вот такая только разветвляющая, ну, как бы сказать, вешалка есть. Значит, вот здесь вот кондиционеры на ресепшене не работают во всем этом холле. В общем, жуткая духота, я не знаю, как там работают. Вот честно, все эти сотрудники целый день там стоят на ногах, не присесть. Вот, это просто я геройское у них. То есть, там в этой духоте 28-30 градусов все время. Вот, никакие открытые двери там особо не спасают. Вот это вот Елена Демидова, какая-то очень странная женщина. Значит, сразу возмутилась, что меня фотографируете там. Вот это уголовно-административное наказание за это. Вообще нужно меня спрашивать и так далее. То есть, очень-очень странная женщина. Такое ощущение, что ее взяли на работу только из-за того, что она русский язык знает. Вот, ну, очень-очень. Как бы первый раз такое встречаю, такую странную женщину на такой должности. Да, обычно все такие вежливые, приветливые. Вот. Ну, и, соответственно, здесь особо никто на встречи с ней не ходит. Вот, и экскурсии у них не покупают. Это пляж у нас, соответственно, не знаю, куда делась пятая звездочка здесь. Вот здесь вот у нас есть напиточки всякие. И большинство дней очень удобно. Я, в принципе, вот этим гамбургером-набором без булок питался. Очень удобно. Вполне мне было достаточно. Ну, гулять где-то в округе смысла нет, потому что там какие-то сплошные стройки. Вот. И мусор с этих стройок сваливают в ближайшие там овраги. Вот, около реки. Поэтому что-то смотреть здесь нечего. Ну, ради интереса один раз прогулялись, немножко ноги у нас обгорели. Ну, есть сладости. Вот это вот мед, медом пропитанные орешки. Все это вот мучное, сладкое. Вот. Я даже не стал здесь уже сфотографировать эти мучные, заливные какие-то их сладости. Ну, это что-то чуть больше такое, аутентичное. Вот. Я это особо не ел. Значит, шторы здесь у нас не закрывались. В смысле, не было темных штор. Да. То есть, все равно свет этот будил постоянно. Вот эти окна, они не пластиковые, они металлические. То есть, там огромные щели и шум от приезжающих автобусов, которые не выключают, еще раз я говорю, свои кондиционеры, моторы, постоянно будят, да, по ночам. И плюс эти люди потом еще с этим грохотом колесиков, этих чемоданов, да. Как живут люди, те, которые в корпусах около трассы, я вообще не понимаю, да. То есть, здесь вот это большой минус. Хотя уже легко бы решился, если поставили нормальные герметичные пластиковые окна. Ну, одеял здесь не предусмотрено. Одеяло, то есть, два одеяла на четыре кровати было. Соответственно, так как полотенца сушить было негде особо, ну, пришлось их вешать здесь прямо вот на двери, а на этой немножко обшарпанной мебели. Вот. Ну, розеточек маловато, как вы видите, да. То есть, все ваши гаджеты берите тройничок для того, чтобы их втыкать. Ну, у меня есть отдельное видео про номер на канале, поэтому можете посмотреть. Вот. Соответственно, санузел без ванны. Здесь у нас что-то отвалилось. Вот это вот держатель для этого ёршика. Здесь холодная вода только в беде. Вот шумы от этого слива, когда кто-то из соседей там или выше сливает. То есть, от шума канализации вы тоже будете просыпаться. Соответственно, лишних розеток здесь нет. Вот. Ну, горячая вода течёт не сразу. Вот если было ковидное время, значит, то здесь бы все позаражались коронавирусом. Ну, дорогие здесь. А, здесь цен не видно. Но, Аня, видны цены. Дорогие экскурсии в отеле. Соответственно, здесь порванные простыни. Это уже жесть пошла. Вот, обшарпанные пороги. Эти самые вот, например, плинтусы. Дальше отваливающийся вот какая-то покрытая, зелёный какой-то уже ёршик. Невозможно им воспользоваться. Текущие слегка трубы. Вот такие неочищенные вот бетон или чего-то. Я даже не знаю. Это под раковиной такой видок, когда сидишь на унитазе. Какие-то пятна на этом ковролине. И вот, торик это на хлорку, что ли, пролили сюда уборщицы. Не знаю, что это такое. Вот, обшарпанные, соответственно, вот эти входы в технические какие-то подсобки, помещения. То есть, такой идёшь в ресторан, и тут отваливается плинтус. Вот это с ковролиной, какие-то пятна. Вот. Где-то вообще вот уже, как это называется, побелка отваливается. Из-за сырости, из-за влажности. Вот есть такие места. Вот, ну, прям бросаются глаза. Да, даже голову поднимать не надо. Тренажёры какие-то. С одной стороны, где-то новые стоят, неудобные, неэргономичные. Где-то, в то же время, какие-то шатающиеся стоят вот такие для того, чтобы качать пресс. С них всё отваливается. Даже страшно их залезать, боишься, что на бок завалишься. Ну, то есть, совершенно неудобно. Ну, вот такие тренажёрчики. Совершенно для человека, например, с большим ростом совершенно неудобные. Кнопки там на кондиционерах отсутствуют. То есть, их сложно там отрегулировать как-то из-за их отсутствия. А в пультах батареек нету. Ещё, ну, я уже не стал лица фотографировать, да, но по всему отелю вот эти какие-то там пожилые, не очень немки там эти сидят. Всё курят и курят. Причём, даже если они сидят вне ресторана, то всё равно это тянет внутрь ресторана, да, с веранды там и так далее. Какие-то вещи, у них, видимо, подсолных помещений не хватает. Они это всё хранят вот в холле, в каких-то закутках таких на общем виду. Какие-то там же полотенца валяются старые, ну, в смысле грязные. Ещё вот эти уборщицы, да, как бы с одной стороны регулярно убираются, всё более-менее так нормально. Вот, накручивают эти, естественно, этих журавли для чаевых, но заставляют своими тележками весь проход и ещё они сидят здесь на полу, по утрам пьют кофе. Здесь ещё такая фотография, где я только одна, а там бывает их там штук пять сидит, этих человек пять сидит, этих тётенек. Вот, ну, то есть у них стулья там даже в подсобке нету, то есть они бедные, весь день на ногах, нужно где-то посидеть попить кофе. Вот так вот выглядят проходы в отеле. Ну, всё там заросло паутиной, это понятно, вот красивая фотография, паучок поджидает жертву. На этом ресепшене там график стоит в присутствии, но он не соблюдается, то есть она где-то половина времени из этого присутствует. То есть, ну, не так просто вам забронировать этот ресторан или карт на неделю вперёд, ну, потому что реально там душно и жарко, не знаю, как там можно сидеть там, даже вот эти четыре часа я бы не высидел. Поэтому реально там часа два появляется, это Guest Relations. Вот, с одной стороны красивая картинка, да, вот, но пляжи не подогреваются. Вот, поэтому в какой-то не очень высокий сезон детишкам, конечно, будет не очень хорошо. Ну, вот такие кондиционеры, это во всех отелях, так это какая-то особенность именно данного отеля. Здесь ещё относительно новые сами кондиционеры, поэтому фильтры ещё относительно чистые. Вот, а бывают отели, где ещё старше кондиционеры, да, то есть, и там они не моются с моменту сновки, потому что никто это не умеет, это нужно куда-то вот эти низенькие тётеньки, они просто туда не достают, чтобы открыть это и промыть водой хотя бы. Поэтому первое, что вы делаете, когда приходите во все отели, это промывайте фильтры кондиционеров. Это легко, вручную достаётся, никаких инструментов не нужно. И в раковине можно даже без мыла их промыть, смыть эту всю пыль. Вот, вот на этом такой оптимистичной ноте я хотел бы закончить. Значит, сейчас спрашивают, что же, как же вы с такой, значит, таким подходом вообще живёте, значит, что вы всё в минусы, не обращайте там. Действительно там в целом отель хороший, можно отдыхать там, вот, вот. Вот, просто много действительно каких-то отзывов, там, положительных о отелях, но я снял как раз специальное отдельное видео о минусах. Может быть, сниму там о плюсах, вот. Но вы должны всё это понимать. И также у меня есть видео, может быть, у меня не под все вот эти негативные отзывы есть картинки, да, поэтому у меня есть отдельное видео, где я прям текстом за полторы минуты все минусы перечисляю. Большое спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите там комментарии, там, значит, дизлайки и так далее. Буду рад ответить на ваши вопросы.